АРКТИЧЕСКИЙ МОСТ АРКТИЧЕСКИЙ МОСТ Что это за профессия и насколько она актуальна в наше время, об этом мы поговорим с нашими гостями. Наталья Владимировна Гузенко, доцентом кафедры лесопромышленного производства и обработки материалов Северного Арктического Федерального Университета. И Кристиной Исаковой, студенткой третьего курса высшей инженерной школы САФУ по направлению технология художественной обработки материалов. Вопросы нашим спикерам будут задавать ученики строительного класса средней школы номер 14 города Архангельска. Итак, начинаю. Первый вопрос по традиции от меня. Наталья Владимировна, я думаю, что вы в первую очередь ответите на этот вопрос. Скажите, в чем уникальность данного направления подготовки и в чем преимущество? Наша цель – это выпуск высококвалифицированных специалистов, универсальных достаточно в области эстетики, дизайна, материаловедения и художественной обработки материалов. Все практические занятия проходят у нас в современных лабораториях, 70% которых оснащены современным оборудованием. Наряду с такими распространенными материалами, как древесина и металл, наши студенты изучают материалы традиционные для русского севера, а также современные материалы, такие как пластики для 3D-моделирования, эпоксидные смолы и многие другие. Преимуществом данного направления является подготовка специалистов уникальных, которые способны сочетать как технологические умения и художественные знания. При разработке и изготовлении художественных изделий достаточно востребованы становятся специалисты, которые могут предложить уникальный авторский материал и изделия по собственному замыслу, чтобы удовлетворить потребности заказчика. Татьяна Владимировна, благодарю вас за полный ответ. Кристина, а вы как считаете, в чем уникальность этой специализации? Лично мне очень нравится, с какой скоростью пополняются материалы и технологии на нашу кафедру. Мы изучаем огромное количество технологий, и когда их так много, ты можешь в большей степени себя попробовать в чем-то. И когда ты больше материала познаешь, ты лучше понимаешь, что ближе для самого себя. И, соответственно, когда ты работаешь с тем, что тебе нравится, растет продуктивность и успех. Да, спасибо. Ну, а сейчас переходим к основной части, собственно, к билетам экзаменационным, которые вопросы нам приготовили на этот раз ученики строительного класса 14-й школы. Итак, Наталья Владимировна, вытягивайте два билета, не волнуйтесь. Так, и второй, пожалуйста. И Кристина, вам. Желаю удачи. Ну и по традиции, ни пуха, ни пера. Наталья Владимировна, посмотрите вопросы. Насколько они сложны, на ваш взгляд? Вопросы актуальные, да, от будущих абитуриентов. Скажите, нужно ли заканчивать художественную школу, чтобы поступить на это направление? И как проходит сдача творческого экзамена? Чей это вопрос? Это мой вопрос. Меня зовут Прокопьев Юрий, я ученик 11-го класса, строительного класса 14-й школы. Да, Юрий, спасибо. Скажите, нужно ли заканчивать художественную школу? Нет, художественную школу заканчивать абсолютно не обязательно, чтобы поступить на наше направление. И как вторая под вопрос, это как проходит сдача творческого экзамена? Действительно, на протяжении нескольких лет у нас был творческий экзамен, это рисунок, но в последнее время он уже отменен. И творческого экзамена как такового нету. То есть мы принимаем по результатам ЕГЭ, причем следует отметить, что буквально недавно только были внесены правила, потому что наравне с математикой и русским языком сейчас произошли изменения в силу вариативности. Раньше обязательной была сдача физики, сейчас физика дополнена химией, иностранным языком и информатикой. Поэтому большая вилка вариативности, и вы сможете подобрать тот экзамен, который будет удобен для поступления к нам. Таким образом получается русский язык, профильная математика и вариативность из физики, химии, и информатики, иностранного языка. Юрий, довольный ответ, вам все понятно. Анатолия Владимировна, а вообще какие-то навыки в художественном ремесле нужны? Ну, нужно ли уметь рисовать, как минимум? Это желательно, но вовсе не обязательно. То есть приходят у нас ребята даже без первоначальных умений, но следует отметить, что помимо интереса к данной профессии, художественные навыки, они бы абсолютно не помешали. Это способствовало бы более плодотворному освоению дисциплин, которые у нас имеются в программе. То есть это дисциплины художественного цикла, такие как рисунок, живопись, декоративно-прикладное искусство и многие другие. То есть если художественные навыки у вас развиты, то это будет способствовать более продуктивной работе. В основном поступают студенты уже профессионально ориентированные, которые хотят связать свою профессиональную деятельность с творчеством, и поэтому мы готовы принять. Кристина, ну а теперь вопрос ваш. Что оказалось самым сложным при поступлении в университет и во время учебы в нем? А что дается легко? Чей это вопрос? Кто его задал? Пожалуйста, представься, передайте микрофон. Добрый день, меня зовут Ускова Полина, я ученица 11 класса строительного школы номер 14. Полина, спасибо. Ну, с поступлением было сложно справиться со своими эмоциями, страх, что поступлю на ненужное направление, мне не понравится. Ну, как оказалось, я в диком восторге, на самом деле, от своего направления. Что во время учебы уже стало сложным, так это первые два года учебы, где приходилось сдавать такие предметы, как высшая математика, сапаромат, физика, термех, и с этим всем справляться, когда ты творческий человек. И мозг на это все не наточен, ну, пришлось справляться. И мы прошли этот этап, и сейчас с третьего курса активно занимаемся именно предметами, которые нам близки, творческими предметами. Нельзя сказать, что что-то дается очень легко. Все сложно, творчество – это вообще вечные муки, на самом деле, но результат того стоит. Ну, вы, главное, получаете удовольствие, да, от процесса учебы, это самое главное. Полина, довольна ли вы ответом? Да, спасибо большое. Будут какие-то дополнительные вопросы у вас, ребята, возможно, задавайте прямо сейчас. Передавайте микрофончик. Да, здравствуйте, меня зовут Будейкин Иван, из 14-й школы, строительная класса, 11-й класс. Такой вот вопрос, ты за два, уже практически три года, какие материалы уже испробовала, что делала, какие хочешь материалы попробовать в деле? Кристина, очень интересно. Их очень много, поэтому я наверняка что-нибудь забуду, но на первом курсе удалось поработать с Костью. Я прошла в школе бурчевского обучения, получила подмастерье по плетению с корня сосны. Также поработала с деревом и сейчас продолжаю активно с ним работать, очень нравится. Мы занимаемся деревообработкой как и ручной, так и на станках, например, лазерными станками, ЧПУ. Мне очень нравится работать с эпоксидной смолой, это такое нововведение на нашей кафедре, и я думаю, что очень многие сейчас знают об этой хендмейте. Также буквально вчера мы разобрали посылку с новыми материалами для нового вида обработки. Это гальванопластика, это очень интересная тема, и я думаю, что после окончания университета я, скорее всего, как раз буду развиваться именно в этом направлении. Также мы поработали с тканями, с кожей мы поработали, в 3D-принтерах, также проходило дополнительное образование по этой деятельности. Также мы обучились огромному количеству программ, таких как CorelDRAW, Photoshop, AutoCAD, 3DS Max, и это очень полезно в современном мире, можно спокойно уходить в фриланс, зная это все. Довольны ли вы ответом? Да, спасибо большое. Традиционный вопрос, если еще какие-то дополнительные, может быть, ребята, у вас мысли на этот счет, что-то хотели бы узнать. Кристина, а вообще вы что-то уже изготовили такое интересное? Из какого материала? Ну, все материалы, которые я назвала, я со всеми ними работала, у меня по всем есть отчетные изделия. Из дерева, например, я создавала барельефы, на ЧПУ Станке я создала часы 52 см на 49 см с изображением главного корпуса Софу. Так, из кости я создавала не так много всего, но удалось поработать. Мы с моим одногруппником в какой-то момент решили взять это направление в свои руки и создавали кольца. Из костей, из рогов оленях. Ни одно животное в этот момент не пострадало. Вот, это сброшенные были рога. Мне нравится работать с эпоксидной смолой. Мы делаем сейчас разделочные доски, но также декоративные доски, украшения из них. Из гальвана пластика начали работать, и мы пробуем создавать украшения разные, уходить в ювелирку. Также у нас на кафедре есть возможность заниматься росписью. Я в прошлом году, в прошлом семестре, извините, по предмету декоративно-пригодное искусство сдала отчетные изделия. Это расписанная декоративная тарелка в бензинской росписи, традиционной. Много всего на самом деле. Конечно, много всего, действительно. А где вообще все эти изделия потом хранятся, или куда-то передаются, или, может быть, даже реализуются? Ну, надо сказать, что процесс обучения по любой дисциплине творческого плана, оно строится на освоении самой технологии обработки данного вида материала, с которым работают студенты. Выполняются образцы и различные виды техник отрабатываются по работе с данным материалом. Ну, допустим, это может быть тиснение, гравировка, то есть материал может быть один, а техники различные. Студенты отрабатывают навыки на образцах, и впоследствии завершение процесса изучения данной дисциплины является зачетное изделие, как таковое, да, результирующее. Студент полностью разрабатывает самостоятельно данное изделие, разрабатывает технологию, подбирает оборудование и освещает технологический процесс, чаще всего, в пояснительной записке. После этого проходит просмотр для всего потока, где специалисты, допустим, преподаватели нашей кафедры просматривают данные изделия, делают замечания, отмечают достоинства, выделяют особенности и применения различных техник, да, и, может быть, рекомендуют даже эти изделия для участия в конкурсах, смотрах, выставках и так далее, да. Впоследствии изделия выставляются в рекреациях нашего здания, в кабинетах используются как наглядный материал, ну, и пополняют нашу методическую базу, кафедры. Ну, вот я так понимаю, что вообще студенты, выпускники просто золотыми руками, да, выходят из университета, и я думаю, что и продукция их, да, то, что они умеют делать, конечно, уникальные вещи, которые можно впоследствии как-то и реализовывать, ведь, да, как вообще предпринимательством занимаются? Студенты, сейчас в свете вот последних событий, вы, наверное, тоже знаете, да, что правительство расширило программу поддержки малого предпринимательства, сейчас молодые люди до 25 лет, граждане России, могут получить грант от 500 до миллиона рублей, если деятельность будут вести в арктической зоне. Да. Так что вот это уникальный шанс. Да, спасибо большое. Я могла бы перейти сразу ко второму вопросу, который непосредственно связан с вашей логикой выражения. Хорошо, тогда, пожалуйста. Расскажите, что входит в защиту диплома у студентов данного направления? Это изготовление какой-то продукции учащимся или анализ какого-то материала и технологии его обработки? Кто задал этот вопрос? Пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Зиберт Екатерина, я ученица 10 класса, 14 школа. Екатерина, спасибо. Екатерина, спасибо большое. Надо сказать, что на протяжении нескольких лет с появлением бакалавриата, в отличие от предыдущих лет, когда мы выполняли дипломные проекты, и сейчас выполняется выпускная квалификационная работа. Это достаточно емкий процесс, трудоемкий, и студентам приходится разработать изделие по собственному замыслу. Теоретические аспекты отражаются в пояснительном записке выпускной квалификационной работы, которая состоит из многих глав. Первично это художественная часть, которая отражает художественный поиск данного изделия. Допустим, это может быть композиционные решения, цветовые решения, это может быть анализ аналогов и прототипов, поиски формообразования данного изделия и так далее. Также следующей частью идет это отражение технологического процесса, где отражается последовательность изготовления, характеристика основных инструментов, приспособлений, оборудования и материалов, используемых для данной работы. Освещаются вопросы безопасности жизнедеятельности с указанием вредных факторов данного производства, правилами санитарии и личной гигиены для безопасности производства данных изделий. И экономическая часть. С этого года все студенты, которые, ну, именно на нашей кадре по данному направлению, все 100% студентов выбрали такую новую форму, как стартап. Это бизнес-план, который отражает проведенные исследования уже рынков, дает характеристику конкурентноспособности данного изделия и заключает в себе экономические расчеты. Именно с таким вот бизнес-планом, стартапом можно подойти к инвестору для того, чтобы запросить деньги для производства, вашей закупкой оборудования или организации данного вида производства. Наши выпускники достаточно часто открывают свой бизнес, но без вот этой формы стартапа это было сделать сложнее, потому что это требовало личных каких-то вложений. Сейчас готовый стартап на выходе позволяет им более широко использовать свой творческий потенциал для организации собственного производства. Ну, все-таки передайте еще студентам, что появилось такое нововведение в нашем изгонодательстве, что можно еще получить грант. Это очень важно, особенно тем, кто решил в арктической зоне создать бизнес. Все-таки до миллиона рублей можно получить. Так что, ребята, это тоже, кстати, примите к сведению на будущее. Кристина, довольны ли вы ответом, Екатерина? Да, спасибо большое. Или какие-то вопросы еще, ребята, у вас есть, возможно? Пожалуйста, представьтесь. Здравствуйте, меня зовут Савва Полина, ученица 11 класса строительного из 14 школы. Специалисты данной сферы, они в будущем как-то будут востребованы? На ваш взгляд. Спасибо. Ну, сложно предвидеть будущее, да, но мы, конечно, готовим студентов, которые ориентированы все на трудоустройство. И по предыдущим годам трудоустройства наших студентов можно зафиксировать и отразить вам, что многие студенты наши устраиваются в рекламные агентства, они могут работать в дизайн-бюро по дизайну интерьера, конструкторских бюро, производство мебели. Также очень часто они уходят и открывают свой бизнес, который впоследствии достаточно востребован. Знания компьютерных программ, как Кристина уже осветила, достаточно объемно у нас преподается, поэтому имеется возможность работы фриланс, это достаточно актуально в современных условиях. Ну, то есть не пропадут, да, ваши студенты? Будем надеяться. Останутся с пуском хлеба, договориться. Я могу дополнить? Да, конечно, обязательно. Вообще актуальность индивидуальных изделий сейчас очень активно растет, и что-то шаблонное, оно уже уходит на задний план, и поэтому наша профессия очень востребована, потому что мы нацелены на создание чего-то уникального. Конечно, безусловно, уникальность – это действительно преимущество данной профессии. Вы сегодня пришли не с пустыми руками, вот расскажите, что это у вас. Несколько работ студенческих мы принесли. Это работы, выполненные в различных техниках и из различных материалов, для того, чтобы показать широкий спектр вариативности изучаемых у нас предметов дисциплин. Значит, мы видим современную интерпретацию использования мизенской росписи в сочетании, с дизайном современным. Дипломная работа, выполненная в технике холмогорской резьба по кости, изделия из древесины, выполненные на фрезерном станке из ЧПУ, с доработкой ручным гравером, с тонировкой различными маслами. Это изделие, выполненное на лазерном комплексе из фанеры. Студические работы, они всегда у нас творческие, нету однообразия. Это к тому, что вы задавали вопрос про уникальность. Безусловно, очень действительно красиво. Кристина, а вы вот уже что-то подобное делали, да, как я поняла? Да, конечно. Самый сложный из кости, наверное, да? Да, да, кость. Тут еще такой аспект, очень неприятный запах при гравировке вот этого всего. А в чем сложность с костью работать? Ну, прочность, наверное. Материал, да, прочный. Да, самый плотный. И вот именно запах, не все выносят этот запах. Наши студенты имеют широкий спектр трудоустройства, в том числе некоторые из них работают на производстве огранки алмазов и бриллиантов на звездочке, работают на промышленном предприятии «Беломорские узоры», ну и многих других непосредственно связанных по изготовлению сувенирной продукции и художественной обработке материалов. Полина, довольны ли вы ответом? Да, спасибо большое. Так, а следующий вопрос ваш, Кристина. Пожалуйста, озвучьте. Скажите, с какими материалами вам больше всего нравится работать и почему? Чей-то вопрос? Ага. Ну, представьтесь еще раз. Да, я еще раз представлюсь в будильнике «Наван» из 14-го школы, из 3-й класса, из 11-й. Ну, из тех, если убрать, откинуть то, что я уже сказала, помимо всего прочего, на кафедре мы занимаемся живописью, рисунком. Мне очень нравится работать с гуашью, темперой, акварелью и писать пейзажи, натюрморты, портреты. Также я говорила о том, что я очень люблю гальванопластику. Это совершенно новое направление, но, мне кажется, будет очень актуально. Если какие-то вопросы, ребята, у вас? Да, пожалуйста, представьтесь для начала. Меня зовут Александр Диденко, я ученик 10-го класса, 14-й школы. Вот вы сказали, что занимались гальванопластикой. Что это такое? Действительно, не всем понятно. Гальванопластик – это сложный химико-физический процесс. Его суть заключается в том, что какое-то органическое, неорганическое изделие, если это органическое изделие, необходимо сделать его проводящим путем нанесения какого-то токопроводящего покрытия. И покрытие данного изделия объекта слоем металла любого. Мы пока начинаем работать с бронзой, но это можно также делать с серебром, золотом или другим металлом наргоценным. Из этого можно изготавливать различные украшения, снимать слепки. И на самом деле очень много всего интересного. Суть мира тогда в том, что в гальваническую установку – это небольшая ванна, в которой расположена медная пластина, если мы говорим о обеднении. Размещают изделие, которое было покрыто каким-то токопроводящим покрытием, подключается катод-анод, пускается ток, и через медную пластину атомы перелетают на это изделие и создают сначала тонкий слой, и чем дольше изделие находится в ванне, тем плотнее слой. Вообще в этом процессе есть такая своя романтика, потому что, например, если мы говорим о покрытии какого-то, допустим, дубового листа, это изделие из-за отсутствия доступа кислорода останется там навечно. А вы вообще такие украшения сами носите? Ударите, может, кому-нибудь? Нет, пока не ношу, но я пытаюсь это сделать. Честно отвечу, что очень много пока неудачных экспериментов было, но мы стремимся к лучшему, и скоро я точно буду что-нибудь такое носить. Это, я думаю, что 100%. Безусловно, мы вас увидим в следующий раз уже в ваших сережках каких-нибудь новых, индивидуальных каких-то, эксклюзивных. Спасибо вам за ответ. Довольны ли вы ответом? Да, спасибо, доволен. Если какие-то вопросы, ребята, у вас дополнительно, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Ах Михаил, я ученик 11 класса 14 школы. И вот мне интересно, а какие изделия больше ценятся на рынке? Из традиционных материалов, как кость или олень, или рога, или вот из современных, как гальванопластик? Да, что более популярно, да, сейчас? Спасибо, это очень интересный вопрос. Я думаю, что, скорее всего, сейчас актуальны именно новые материалы, потому что многие люди, на самом деле, сейчас уходят в хендмейт и пытаются сами этим всем заниматься. То есть той же эпоксидной смолой. Возможно, многие видели разные профили и примеры изделий, украшений, кулонов из эпоксидной смолы, где также, например, можно увидеть внутри цветочек, который тоже останется там навсегда. И мне кажется, людям сейчас хочется заниматься чем-то новым, то есть и развиваться именно в этом направлении. Но не стоит забывать про традиции, потому что из той же кости можно сделать просто неповторимые изделия, броши, вот холмогорская резьба – это что-то навсегда. Ну что ж, Кристина, благодарю вас за ответ. И если, ребята, у вас все вопросы на сегодня, благодарю всех за участие в программе. Труд ума, рук и души человека действительно не сможет заменить ни один робот. Сейчас, к примеру, в индустрии дизайна повышен интерес к вещам, сделанным вручную, в противовес машинному массовому производству. Почему керамическая кружка ручной работы с неровной и шероховатой поверхностью вызывает больше эмоций по сравнению с заводским товаром? Ответ прост. Она эксклюзивна и хранит в себе энергию и труд мастера. А потому технологи и материаловеды сейчас особенно востребованы. Если вы чувствуете в себе желание создавать неповторимые вещи, советуем обратить внимание на направление технологии художественной обработки материалов. Мы прощаемся с вами до следующего эфира, где продолжим искать ответы на вопрос «Кем быть?». Редактор субтитров А.Семкин